Дети читают стихи. Город Красноярск. Школа номер 10. Митцикова Владислава, 11 лет. Роберт Рождественский. Концерт. Трудный год. Омский госпиталь. Калидоры сухие и марки. Шепчет старая нянчика. Господи, да чего же артисты? Маленькие. Мы шагаем палатами длинными. Мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения. Пара песен возенных, правильных. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артерейный с ампутированной ногой. В сумасшедшем бою под зельней. На себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело. И другой. Добровей забинтован капитан. Таранивший мессера. Три недели назад. Над Ростовым. Мы вошли. Мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом. Абрекосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним не вполне совершенно. Но вовсю запевали внимая. А народный поем. А священный. Так, как мы ее понимаем. В ней Чапай сражается заново. Краснозвездные мчатся танки. В ней шагаются наши в атаки. А фашисты падают замерзво. В ней чужое железо плавится. В ней смерть отступать должна. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем! Только голос летчика раздается. А в нем укор. Погодите! Постойте, хлопчики! Погодите! Умер майор. Балалайка всплеснула горько. Торопливо. Будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале. В том году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова